Всем привет дорогие друзья, с вами Мясо. Сегодня у нас в гостях талантливейший исполнитель, который своим творчеством заряжает добром, позитивом, просто всех слушателей. Это Коля Маню. Привет, Коль. Как дела? Как настроение? Да, все гарненько, все хорошо, все замечательно. Все прекрасно. Заряд на сегодняшний вечер у тебя есть, да? Прекрасный, прекрасный. Я же в Харькове, а Харьков это милый, замечательный город с хорошими людьми, поэтому да, мне радостно. К интервью тоже готов? Если честно, все интервью одинаковые, вообще не ожидая чего-то необычного. Все верно, поэтому давай начнем. Конечно, уже готов, да. Итак, последний раз ты был в Харькове на регги-фесте. Как, по твоему мнению, есть отличия между регги в Украине и в России? Насколько оно развито? Ну, если судить по фестивалю, я же всего только на одном фестивале у вас тут был. У нас просто тоже проводится регги-фестиваль, только он не открытый, не опен-эрный, а в помещении, в клубе. Ну, не скажу, что там меньше людей. А насчет любви к регги, опять же, это, мне кажется, вам тут виднее. Я не живу в Украине, не знаю. Ну, мне показалось, конечно же, бодрее. Но всегда в гостях кажется все как-то красивее, бодрее, чем можно. То есть, в принципе, сегодня ты сможешь сформировать как-то уже? Нет. Опять же, это зависит от многих тонкостей, вплоть до организации работы, вплоть до того, как человек делал рекламу. То есть, если он рассказал об этом только ВКонтакте кому-то, естественно, те, кто по улице же ходили, они не узнают никогда об этом. И тут уже тоже не показатель, короче, скажем так. Когда сам делаешь какое-то мероприятие, можно уже понять и посмотреть, как все работает. Ну, или хотя бы пожить здесь какое-то время. А не было у тебя в планах все-таки какой-то свой фейст организовать? Вот именно свое мероприятие. Хотели мы как-то в Киеве, но у нас нет людей, которые могли бы, ну, с которым сконнектиться и, типа, чтобы это что-то делать. Нету близких людей, скажем так. Есть только незнакомые, а с незнакомыми не хочется. Нужно же доверие и все такое. Ну, а вообще как-то в планах? Ну, попозже, конечно, я думаю, постараемся, да, было бы неплохо. Насколько я знаю, ты довольно самокритичен в плане написания музыки. Вот вопрос, сколько ты писал этот новый альбом свой? Ну, года полтора. Года полтора? Ну, типа, да. Ну, вообще у меня между альбомами два года всегда. Ну, в смысле, всегда у меня их всего три. И вот после каждого два года я ничего не делаю. Но я потом узнал, что полгода я вообще ничего не делаю, то есть прям вообще ничего. Потому что у меня не работает мозг, прям все отключается после того, как выпускается альбом, прям опустошается и не знаю. А вот через эти полгода там активация начинает. А заряжаешься? Все, вот вводик, когда полтора-то потихоньку. Ну, делаю, может быть, и много, просто делаю очень много какашки. А какашка, она просто сминается и выбрасывается. И поэтому, как можно их по 30-40 песен выпускает. Но смысл от этих песен, которые, как бы, ни про что никому не нужны. У меня, как бы, есть такие, но просто я стараюсь делать их максимально мало. Ты их нигде не откладываешь, ни в какой-то библиотеке. Нет, просто выкидываю и стараюсь об этом больше не вспоминать. Я понял. И, ну, как без этого вопроса, в принципе, почему же все-таки ты выбрал регги? Что вдохновило, возможно, тебя выбрать? Ну, потому что она очень музыкальная, похожа чем-то на хип-хоп, как мне казалось тогда в детстве. Ну, опять же, я Шегги услышал первый раз. Слышал ты Шегги или нет? Да, я сразу, кстати, подумал, вот, под ссылку что-ли когда. Ну, типа, да, я думал, что это за странный рэп с мелодикой. Да, и недовольный голос сама слизистой. Ну, да, но мне не нравилось, что он, как бы, вроде, читает, но вроде, как бы, и напевает. И что-то, ну, не поет. И, типа, какая-то вот эта средняя непонятная хрень меня заинтересовала. Ну, и просто рэп стал слишком скучным быть, как бы. А вот регги, рога-маффи, ну, по-музыкальнее, и поэтому вот так вот потихоньку и пришел. Я понял, а как твои все-таки родные отнеслись, когда ты начал этим заниматься, к твоему, к выбору деятельности? Родные, в смысле, кто? То родители, возможно, даже друзья. Ну, я мама даже не разбирается вообще, что там, музыка, не музыка. И вообще все равно, да, самое главное, чтобы... Ага, то есть там и друзья, может, не говорили, оу, круто. То есть я среди друзей, у меня все рэперы, как бы, они смеялись, естественно, вначале, типа, а потом я их всех послал, сказал, вы ничего не понимаете, типа. Ну, в смысле, поначалу я стеснялся того, что я делаю, как бы, он оказался все странно. А потом, ну, когда полюбил уже эту музыку, все равно. Ну, и по сей день, как бы, в регги, ну, в регги в городе занимаюсь только я у нас, а все остальные у нас, наверное, на хип-хопе. А, ну, там рэп, хип-хоп и классика, короче. Скажем так, когда я делаю что-то новое, у меня не у кого спросить, как это, или, типа, и поэтому приходится как-то самому понимать, как это. Ты делаешь свое, ты начинаешь просто. Ну, да, но все равно надо, знаешь, мнение какого-то, там, конструктивной критики, как бы, а я не могу ее ни от кого получить, потому что среди, ну, наши, среди, прям, близких моих. Ну, сейчас, конечно, я познакомился уже с людьми, которыми это можно, но вообще вначале нет. А, такой интересный вопрос, какое у тебя вообще образование, на кого ты учился? Я автомеханик, хочешь починить себе тачку? Сначала я ее куплю, я тебе наберу. Окей. А ты работал по специальности вообще? Не, никогда вообще. Я даже не знаю ничего про тачку, ну, в смысле, знаю, что у нее руль, есть колеса, вот, все такое. А, то есть ты, получается, как, закончил и сразу начал заниматься музыкой, или еще прям... Как, у нас есть, как бы, некоторые места, типа, училищ или каблух, в которых ты учишься, как баток, от того, что там учился, ну, никак. Ну, просто провел время там, да, да. Вот я провел время три года в какой-то, одной из них, видимо. А, видимо, ты не уверен. Ну, у нас там просто еще практика была, то есть ты, там, полгода учишься, полгода работаешь на заводе, вот, на нашем любимом, а потом полгода снова учишься, потом на следующий год опять, ну, и так далее. Ну, известная тема. Ну, типа того, да. А вот, то есть ты во время учебы уже занимался музыкой, там, уже что пытался, писал? Ну, грубо говоря, да, в этом училище я высылал на сцену первый раз, там, на день студента, или что-то, типа, типа того. Я понял. А есть у тебя какая-нибудь своя любимая песня, или ты, в общем, как бы, все, все твои... Моя-моя? Да, прямо твоя, вот, да. Ну, не знаю, две мне пока нравятся, пока. Какие? Планета Земля и Эргомаффин Славься. Не знаю. А есть какие-нибудь нелюбимые песни, возможно, даже... Блин, вообще весь первый альбом. Абсолютно, да? Вообще прям весь. Ну, там, может быть, один трек какой-нибудь нравится. Интересно. И все, что до него делал. Все, все вообще ищет. Как-то странно. Почему странно? То есть... Ну, если тебе вот исполнилось там 27, а ты думаешь, что твои песни в 16 крутые, вот это вот странно. То есть ты по-прежнему думаешь, что ты в 16 делал офигительно. Да никто делает в 16 офигительно. В смысле, по большей части хренопоришь ты в 16, думаешь, что ты очень клевый, а по сути... Ну, только твоим 16-летним друзьям нравится это. А вот кто повзрослее, кто уже разбирается в музыке, послушает, вот так он сделает. И типа, не... Поэтому, нет, мне не нравится все, что я раньше делал, потому что я вырос из этого. А есть ли у тебя какие-нибудь вообще слушаешь украинских исполнителей? Украинскую музыку? У меня со мной столько сальто назад и то, что они последние делают. И то, что потому что я подписан на табо в Инстаграме. Волей-неволей приходит узнавать, что у них там творится. А так... А, ну, в смысле, Иван Дорн, разве не украинец? Или кто там еще? Да. Грибы, они там же... Кто-то из них тоже вроде сукарин. Ну, кто-то из них, да. Ну, вот, значит, слушаю. Ну, в смысле, как? Значит, слышал, как минимум, типа. Значит, нравится. А так нет, я афроамериканцев больше люблю с Ямайки, как бы, как и Грузии. Ну, да, это, в принципе, логично. И вопрос, это же вообще первый псевдоним Коля Маню? И вообще, почему Коля Маню? Ну, тогда контакт появился, надо было как-то себя назвать. Типа, по фамилиях было по-дурацки. У меня есть жена, и у нас... Мы с ней друг друга называем Маню. Ну, Маню — это типа как малыш с зайком классненький. Это все комплименты в одном. Ну, то есть, когда меня называют Маню, мне как бы говорят, какой я клевый. Понял? Ну, не знаю этого. Я понял. Это интересно. Ну, ничего это не значит. Просто так, просто Маню. Просто это наше слово, да. Потом это стало... Ну, привязалось уже, никуда ты этого не денешься. Интересно. А ты все еще в Тольятти живешь? Ты не планируешь куда-то переехать, там, в Питер, например? Я не придумал еще чего-то такого, чтобы я мог жить в Питере, позволять себе то, что я позволяю в Тольятти, ну, в смысле, не обламываться комфортом жизни, типа того. Ну, и чтобы не работать на какой-то нелюбимой работе, ну, 5 дней в неделю, которую я бы ненавидел. Ну, в смысле, не придумал, как бы уже находить деньги, где, чтобы вот можно было позволить себе жить в Москве или в Питере. Поэтому, да, живем в Тольятти, там дешево. Чтобы можно было заниматься любимым делом, именно музыкой. Ну, опять-таки, планы. В планах, возможно, когда-то, да, когда-то... Как вообще, как пойдет я это... Ну, да, как сложится. Одним деньком люблю жить, мне как-то так веселее. Ага, я понял. И такой вопрос, как, так как мы все-таки магазин одежды, обращаешься ты внимание вообще на бренд одежды, который ты покупаешь, важно ли для тебя? Сидишь за модой? Вообще все равно, все вещи, которые у меня якобы дорогие, это все подарки, потому что я не люблю дорогие вещи. То есть, я обожаю секунды. Чем дешевле шмотка, тем я гордость чувствую в себе, типа, урвал, красава, вот так вот, типа. И чем дороже вещь, тем больше она меня бесит, естественно. И поэтому все, что-то есть, например, у меня иногда появляется дорогой, там, ну, типа, там, джинсы за 5 тысяч, для меня это не... Джинсы за косарь, вот это класс, типа. Ну, за тысячу рублей, по-вашему, я там не знаю сколько. И поэтому, нет, я никак не отношусь к брендам, и вообще мне все равно, что написано. Главное, чтобы если она выглядит более-менее нормально, значит, она нормальная, типа. И пофиг, что там, к чьё оно, и как это котируют. Я понял. Ну, и в принципе, что ты можешь сказать нашим зрителям, которые будут так пожелать? Пацаны, не делайте подвороты, это провал, это прям вот вообще провал. И любите регги. Все, Поль, спасибо, что вы делали время. Удачи тебе. Мир, друзья.